Одной проблемой меньше. Завершился капитальный ремонт канализационного коллектора между Чкаловскими и Бакчеванжи. О выполнении работы главе района Алексея Валову доложили на оперативном совещании с руководителями поселений. Нитка водоотведения находилась на балансе Министерства обороны в аварийном состоянии. Заменены повреждённые участки и технологические колодцы. Специфика работы заключалась в том, что на отдельных участках глубина залегания превышала 5 метров. Инженерному объекту предстоит пройти проверку у специалистов Ростехнадзора. Администрация продолжает развивать услуги выдачи справок из паспортных столов МФЦ. Для жителей это преимущество. МФЦ работает по 12 часов 6 дней в неделю. Пока только 17% от всего жилфонда внесено в единую базу данных. С управляющими компаниями ведутся переговоры о внедрении централизованного учёта жильцов. Учреждения социальной сферы выполняют план по оказанию платных услуг. Так, за год учреждения культуры, спорта и образования выполнили более 70% от плана. средства направляются на выполнение капитального ремонта и повышение материально-технической базы учреждений. Мы, условно, достигаемся к 100% выполнению этого плана. Хочу сказать, что именно эти средства нам позволяют ещё дополнительно направлять на решение проблемных вопросов в системе образования, в том числе и на проведение ремонтных работ в учреждениях. В период осенних каникул этого года 22 образовательных учреждений, ещё в пуску муниципального района, проведут ремонтные работы. Положительная динамика в оказании платных услуг складывается в домах культуры и учреждениях спорта, где работают кружки и секции по разным направлениям. Сеть платных дополнительных услуг в сельской местности будет развиваться. Это один из источников поддержания уровня заработной платы сотрудников социальных учреждений. Местом притяжения для подростков, занятых наукой и техническим творчеством. В скором времени станет районный центр «Изобретариум». Сегодня утверждается его архитектурный облик на базе старой школы номер 12. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».